Ребят, всем привет! Этот выпуск должен был выйти из парка, прям полностью, мы на телефон записали, но Олег, который меня снимал, потерял фокус. В итоге выкладывать ролик, где я 6 с половиной минут говорю что-то, и я не в фокусе, естественно, я не стал, решили переснять здесь. Уже не так свежи впечатления, но все равно, все довольно-таки еще живо у меня в голове. Невник райдера, не выходил очень долго, почему так было? Ой, кстати, Сири сейчас пыталась понять, что я говорю. Невник райдера не выходил очень долго, потому что ничего не происходило особенно. Единственный трюк, который более-менее для меня что-то значил, и был действительно для меня новым, это был нолли бард спин, который я научился осенью в парке 300-летия. И то, как я его научился, это отлично иллюстрирует то, как шел мой прогресс дальше в жести. То есть есть одно явление, о котором я сегодня хочу рассказать. Важность этого явления недооценена, и особенно многими новичками, да и опытными райдерами, к несчастью. И в этом кроется один из важных таких путей к продвижению вперед в плане катания. Что касается трюков. Нолли бард в 300-лите было делать его супер просто и легко, там довольно-таки резкий подкат. Что касается нолли бард спина в жести, там все было не так просто. Там подкат не такой резкий, и сделать нолли бард там намного сложнее. Я как только приехал с осеннего стрита, перешел в жесть, в парке стал кататься, я начал пытаться делать нолли бард, думая, что я типа сейчас возьму, да с первого часа сделаю. Ну, нифига подобного, я падал, падал неприятно, и в конце концов заработал просто фобию, страх. И все, перестал пытаться даже, представляете. Были какие-то еще вялые попытки, но с ноября до, вот считайте, прошлой недели я не мог его сделать. Потом даже перестал пробовать. Я думал, что отпуск мне поможет как-то, что я забуду, там отвлекусь и прочее, но никак. Отпуск не сказался позитивно, опять же, на катании, я даже немножко деграднул, но уже все восстановил. Нолли бард не получался. Я решил полностью переключить все свое внимание на тейллип с подката. Я очень хотел сделать тейллип с подката, и хотел избавиться от косяков своего тейллипа, от того, что он довольно-таки жестко прилетал всегда. Последнее место, где я делал тейллипа, это был Рокет Парк, закрывшийся. То есть вы можете представить себе степень ужаса моего тейллипа, насколько он деградировал. Пару раз я делал его в желтом парке с фанбокса. Делал плохо и больно. В ноги он не прилетал. Почему так происходило? Что было не так, как это исправили? Понятия не имел. Просто пытался сделать все. Начал делать жести с вылета, и никак. Все никак, все не то. Одни говорили мне, ребята, что надо больше скорости, другие, что надо выше бы не хоп. Кто-то говорит, что надо быстрее крутить, кто-то говорил, как крутить. Ну и, в общем, сколько людей, столько мнений, а тейллип все равно не получался. Потому что советы советами, а сделать-то мне его надо было не ребятам. Выражаю благодарность всем тем, кто тратил свое время на мой тейллип. Большое вам спасибо. В любом случае, каждый внес маленький вклад. В какой-то момент я понял, что спадката я не сделаю. Надо было отступить к вотору, так сказать. На шаг назад. Вспомнить на стол. Потому что, как оказалось, на стол я его делал тоже не с первого раза. Примерно неделя, может быть, две ушли на то, чтобы я его начал четенько делать на стол. Прям 8 из 10. Не буду врать про 10 из 10. Все как-то более или менее начало получаться. Привелся даже какой-то контроль. Я начал чувствовать, что, типа, если я не успеваю докрутить, надо руками дожжать. То есть, все. В общем, более-менее привез какой-то контроль. После этого я снова вернулся на подкат. И попал в ту же самую западню. Все это длилось, длилось, длилось мучение. Пока я просто не начал уже падать духом. Где-то приезжать. Представляете, да, ноябрь, декабрь. Ну, ладно, января не было. Февраль, три месяца я приезжал. Пробовал трюк, он не получался. Ну, это жесть. И, как бы, уже меня пацаны с ним подкалывали. Типа, что, приехал вип учить, да? Я говорю, да. И вот так вот по два часа я его задротил, задротил. В конце концов, я все бросил. И начал заниматься другими трюками. Там, мену прокачал. Стал, ну, действительно, лучше делать. Мену сделал, там, мену через весь парк на бар, потом на кранкфлип. Ну, как-то так получше стало. Какими-то еще ерундовскими вещами занимался. Типа, освоением каких-то фигур там в парке. И потом я катался с ребятами на прошлой неделе, во вторник. И увидел, что они хотят вспомнить 0-2. Типа, они не делали долго. Я не делал, сами понимаете, сколько. И я решился вписаться к ним. Это был Игорь и Жека, BMX-еры. Я вписался и получил невероятный такой, знаете, спешл, как-то называется. Такое вот вдохновение, когда не ты один пытаешься преодолеть, а вас трое. И как бы все переживают, все боятся. У парней довольно-таки быстро получилось. Ну, наверное, я не знаю, сколько там. Жека, по-моему, с первой попытки сделал, а Игорь, что-то там с второй или с третьей. Но я начал пытаться, в конце концов, у меня... Ну, знаете, бывает такое, что ты пытаешься трюк, но ты как будто бы как-то даже не собираешься его сделать. А бывает, когда ты настраиваешься правильно, и ты знаешь, что тебе супер страшно, жопа как страшно, ну ты сейчас сделаешь, попробуешь, хотя бы закрутишь его. А с 0-баром такая фигня, что самое главное, первый раз просто хоть как-то закрутить. Я хоть как-то закрутил, в конце концов, раза с 20-го или с 25-го. Парни меня постоянно поддерживали. Огромный им за это респект. В конце концов, поперло. И я не успокоился до тех пор, пока я не уехал раз 10 просто с этого 0-бара. Потом мы решили сделать его все втроем гуськом. То есть друг за другом. Это тоже было очень забавно, с учетом того, что все, кроме меня, делали его стабильно. Но когда мы начали делать его втроем, все время кто-то лажал. Чаще всего я, но и у пацанов такое бывало. В конце концов, мы это сделали. Это была победа. Уехал я домой просто с невероятным настроением. На следующий день, точнее в четверг, через день вернувшись в парк, я думал, что я сделал 0-бар с первоотча. Но, конечно же, нет. Еще попыток 20 было убито в холостую. Плюс я там нормально так поударялся руками, ногами. Но потом все-таки начал опять уезжать. Привык к этому подкату. И дальше попросил, по-моему, Мишу Пахомова помочь мне с випом. Миша мне подсказал, что надо было по высоте. Еще что-то надо было сделать. Потом Миша уехал. И следующий человек, который действительно внес приличный вклад в мой телл-вип, это был Тема. У меня интервью с ним было на канале. Он напомнил мне теорему Вани Новикова о том, что не надо было скорости много брать. Надо сосредоточиться было на высоте прыжка. А я как бы на волне того, что ребята мне говорили быстрее, быстрее. Я начал просто тупо вперед вылетать, а не вверх. А мне надо было вверх. Но бонусом от того, что я владел скоростью, скажем так, было то, что я научился в дурацком виртвуле нормально разворачиваться в шести. Теперь стало быть трудностью. В общем, это был важный шаг. Я телл-вип в тот день не поставил, но что-то сдвинулось в голове, ну и в телл-випе в принципе. И в субботу, когда я приехал, опять же, после часа за ноль и баром с преодолением страха, я начал делать вип. Что-то все опять было по-прежнему. Ну, то есть я как бы без скорости делал, высоко прыгал, но не мог уехать. И тут появился Аркаша. Аркаша начал на меня орать довольно по делу, чтобы проще уже уехать с такого випа, как я делаю, чем продолжать вот это страдание херней. И в какой-то момент его слова до меня дошли. Я очень сильно разозлился на себя в первую очередь, на свою заднюю ногу, которую я никак не мог перекинуть через виспед. И вы знаете, прямо вот появилось какое-то осознание своих движений. И я ко всем своим движениям телл-випа, которые в принципе нормальные были, добавил просто контроль задней ноги. Это довольно-таки тяжело описать словами. Ну, я просто делал все то же самое, что я делал, но с самого первого движения я думал о задней ноге и контролировал ее. И все, я начал уезжать. Конечно, Аркаша меня не похвалил за этот телл-вип, но я себя похвалил. Водушевление было невероятное, потому что я начал уезжать, черт побери. Конечно, коряло. И засняли мы вообще самую убогую попытку. Эта попытка стоила мне, в общем-то, катания в этот вечер, потому что нога попала очень жестко между сиденьем и колесом. Попала уже раз в пятый. Распухла, болела, до сих пор болит. И после этого я уже как бы не мог кататься. Но суть в том, что я уехал. И были другие попытки, когда я там почетче немножко делал, но их просто не сняли. Это был невероятный винт, невероятная победа. Я очень признателен всем, кто помогал. И очень рад, что получилось. Конечно, он кривой. Вы можете сказать, что надо было доснять, докатать до нормального. Ну, как бы, это же не край, дорогой. Я должен написать вам по-свежаку, так сказать, впечатление о трюках. О том, как происходит процесс обучения. Процесс происходит именно вот так вот. Тебе жутко страшно. Ты себя перебарываешь. Ты не понимаешь технику. Тебе нужен кто-то, кто тебе объяснит. Надо снимать на телефон и смотреть, что получается. И нужно находить в себе какой-то вот такой вот подход к своему телу, чтобы заставить его делать то, что надо. Ну, и плюс, естественно, нужно полностью отдавать себе отчет, что ты будешь падать. Тейлвип и нулибар. Нулибар не такой травматичный трюк. Но с тейлвипа реально нормально так убираешься. Первый раз, когда я принял решение, что я его склавлю, я просто как бы приземлился всем весом на велосипед. Мы с велосипедом вместе упали просто в кучу, провалились в подкат. Нога как-то поддураться к тому застряла. В общем, это было жутко. Но вот именно так Тейлвип и учится. И главные выводы, которые я хочу сделать из этого ролика, надеюсь, они вам тоже пригодятся. Не катайтесь в жало. Не катайтесь поодиночке. Ну, это тупиковый путь. Прямо вот таким вот быть супер-пупер единалом, это сложная задача и, ну, неблагодарная. Ты такой радости не испытываешь. Когда получается трюк у тебя, это очень круто. Ты прям супер на подъеме. Но когда получается трюк твоего друга или товарища, который вот тоже вместе с тобой делал, ты его вдохновил, или он тебя вдохновил, или вы друг друга вдохновили, вместе сделали. Это совершенно непередаваемое тоже ощущение. Невероятная радость. Совместной такой победы. Она как бы не становится меньше твоя победа от того, что она разделена с кем-то. Ну и плюс, как бы, люди вам могут дать совет. Они могут вас смотивировать. Они могут сказать, ну, что вы делаете не так. Но заодно вы можете чему-то еще и научиться новому попутно, пока учите какой-то трюк. Надеюсь, вам был полезен мой опыт. Очень хочется услышать ваши комментарии, как катаетесь вы в одиночку или в компании, и как идет ваш прогресс при этом всем. А я должен еще, опять же, респектнуть собственную промодель Ultimate, которую можно найти в U-Sports по ссылке в описании. Потому что благодаря тому, что рама как BMX рама, на ней, даже не обладая хорошей физической подготовкой, трюки идут довольно-таки быстро. И тот же нулебар, благодаря углу рулевой колонки, делается довольно-таки просто. Все, друзья, большое вам спасибо за внимание. Пока.